Представители государственного пожарного надзора узнали, как соблюдаются правила реализации пиротехнической продукции на двух точках продаж. Александр Сычевой, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Кургану, отметил, весь товар подлежит обязательной сертификации, а объекты торговли фейерверками и места проведения праздничных мероприятий должны отвечать требованиям правил пожарной безопасности. Образцом соблюдения необходимых норм стал магазин в центре Кургана. Приобретая фейерверки в этом магазине, покупатели могут быть уверены в безопасности изделий. Проверка показала, что изделия защищены от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Фейерверки не продаются детям до 16 лет, и инструкция по применению есть на каждом экземпляре пиротехнической продукции. А главное в документации магазина оказался в наличии сертификат соответствия. Проверочная комиссия подарила сотрудникам магазина иллюстративный материал, чтобы каждый покупатель стал более бдительным. Для ознакомления вам вручаем памятки, чтобы граждане города Кургана, которые приходят вам покупать пиротехническую продукцию, ознакомливали. И для вас разместим на стенде. Администратор данного магазина Егор Вольман рассказал, накануне Нового года каждый день за фейерверками приходит около 200 человек. Продавцы проводят консультативные беседы с детьми и подростками, желающими купить пиротехнические изделия. К сожалению, отметили в магазине, иногда сами родители покупают своим маленьким детям петарды и другие фейерверки. Покупать не разрешаем, потому что мы либо со взрослыми, либо никак. Но беда в том, что родители сами, родители и бабушки идут покупают. Даже на призыв того, что, допустим, ребеночку 10 лет, они покупают довольно мощные изделия. Подготовив пиротехническое изделие к использованию, Александр Сычевой показал на практике, как правильно запускать фейерверки. Для того, чтобы правильно использовать пиротехнические изделия, первое, это надо ознакомиться с инструкцией, которая размещена на упаковке данного салюта, либо пиротехнического изделия. Значит, скрываем место, где спрятан фитиль, достаем фитиль, устанавливаем, скрываем верхнюю пленку. Далее устанавливаем данное пиротехническое изделие либо в снег, либо в твердый грунт, либо закрепляем камнями и кирпичами по возможности, чтобы данное устройство не перевернулось и не причинило вреда окружающим. Другая торговая точка не смогла обеспечить безопасное хранение пиротехники. Пиротехническая продукция реализовывается без ограничения доступа. То есть каждый гражданин может взять, прикоснуться, посмотреть, должен быть ограничен доступ. Далее, защиты от атмосферных осадков нет, может идти снег, дождь и так далее, может намокнуть, испортиться, потом далее продаваться. Каждого нарушителя ждет административный штраф от 1000 до 1500 рублей. Для должностных граждан штраф будет в размере от 6 до 15 тысяч. Юридические лица должны будут выплатить от 150 до 200 тысяч рублей. Остается надеяться, что благодаря таким проверкам в сказочную ночь от фейерверков не пострадает ни один курганец.